Второй стих Солопейцев пишет, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Аминь. Смотрите, дорогие. И вот Бог создал человека не для того, чтобы человек был одиноким, а для того, чтобы, наоборот, людей было много, и чтобы они были объединены Богом, чтобы они были в Церкви Иисуса Христа. То есть мы задуманы так Богом, чтобы жить общиной. То есть не создан человек для одиночества. Одиночество, оно дает человеку развиться, развить его таланты. Вот именно реальный опыт совместной жизни может позволить нам выработать такие драгоценные качества, как бескорыстную любовь, честность, открытость, практическое служение, самоотверженную щедрость. Это все возможно только в обществе, в обществе людей. И для общения гораздо лучше иметь небольшой круг верующих. Ну, Христа было 12 учеников, которые он назвал апостолами. То есть небольшой круг. И хотя за Христом следовали тысячи людей, но мы знаем, что в конце его служения большинство из этих тысяч оставили. Осталась только небольшая группа верных. И вот в день Пятидесятницы их было всего 120 вместе. Тех, которые вот ожидали того, что было обещано Христом. И вот Христос имел вот таких трех учеников, которые были самые близкие, да, ему. 12 учеников. Потом было у него еще 70 учеников, да. То есть такие вот круги общения. И Христос больше всего с кем проводил время? Как бы думал, он был. С тремя, да. Потом еще больше, ну, меньше, чем с тремя, больше, чем с другими, это с 12. Потом 70, потом множество написано учеников, да. То есть с ними он проводил не так много времени, как с теми, которые были близкими другом общения. И Христос говорил, где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди их. То есть с одной стороны мы живем в такое время, когда люди стремятся как-то уйти от реальности, забыться, отвлечься от своих забот, тревог, проблем. И они ищут большого скопления людей. Это модно сегодня. Какие-то большие концерты, какие-то большие спортивные мероприятия. Люди съезжаются даже с разных стран. И вот там сотнями тысяч собираются вместе. И они получают такое определенное воодушевление, да, когда находятся в такой массе людей. Но вот в таком большом общении человек может быть совершенно одинок. И его нужды душевные, они не будут восполнены. Но самое близкое общение, это когда немного, да, мы читаем, даже двое или трое собраны во имя Христа, Христос посреди них. То есть Христос находится там, где даже двое во имя Христа. И вот при подлинном общении мы чувствуем глубокую искренность и открытость. Сегодня в нашем обществе большой дефицит общения. И люди, даже живущие там на одной площадке, могут никогда не общаться друг с другом. И даже не знать, кто там живет за стенками, да. То есть люди, наоборот, стараются как-то вот убежать, удалиться от всех, потому что слишком много давления, слишком много информации. Но душа человека, она не перестала быть душой, не перестала быть имеющей вот эти потребности, которые заложил в нее Бог. А Бог создал нас для общения. Даже Он сотворил Адама, и Адаму было плохо. А вот когда сотворил Еву, вот тогда Бог сказал хорошо. То есть была проблема. Адам был одинок, хотя Он общался с Богом, но Ему не доставало общение еще и с человеком. И потому Бог создал подобного Ему. И вот когда люди честно делятся друг с другом своим сокровенным, своим «я», тем, что происходит у них в жизни, то, как говорят, разделенное горе – это полгоре, а разделенная радость – это двойная радость. Вот так происходит в жизни. И вот рассказывают друг другу о своих переживаниях, о своих обидах, чувствах, ошибках, может быть, сомнениях, страхах, слабостях. И хорошо, когда есть вот это общение дружеское, особенно среди верующих людей, когда они могут поддержать друг друга, помолиться друг за друга. Если двое из вас согласятся молиться о каком-то деле, то будет им. А если они согласятся, значит, так вот проблема и останется. То есть большая сила есть именно в этом согласии, именно в общении и особенно в совместной молитве. И если мы живем во свете, как Он сам во свете, значит, мы сопричастны друг другу. Если скажем, что мы безгрешны, значит, мы вводим себя в заблуждение, и истины нет в нас. Вот так пишет апостол Иоанн. Что если мы во свете Христовом, значит, мы сопричастны друг другу. Помните, Христос приводил пример. Он говорит, как этот хлеб состоит из многих зерен, так и вы, верующие, будете иметь вот это единство. И потому знает весь мир, что вы, мои ученики, если будете иметь вот это любовь и единство между собой. И вот сознавайтесь друг при другом в своих грехах и молитесь друг за друга, чтобы Господь исцелил вас. Это однажды там три служителя Божьих вот прочитали этот стих и говорят, ну, братья, давайте сознаемся, какие грехи у нас есть. Один говорит, да я вот, знаешь, немножко вот ругаюсь инцентурными словами. Второй служитель говорит, знаешь, у меня бывает такое, что я беру чужое, ворую немножко. А третий говорит, знаете, братья, какой мне грех? Я, говорит, сплетник. И мне так хочется всем побежать и всем рассказать, в чем вы меня сознались сейчас. То есть вот и так бывает, да, когда люди боятся открывать что-то, потому что они боятся, что об этом вот найдется такой сплетник, да, который побежит и всем еще при украшенном виде все расскажет. Ибо, как говорят, обжегшийся на молоке и на воду дует. То есть если один раз случилось такое в жизни, что он там что-то рассказал, чтобы его поддержали, да, и помолились, а вместо этого он получил еще там спину в нож, нож в спину, и он говорит, что нет, никому больше не буду ничего говорить. Но Слово Божие, оно истинно, оно верно. И Господь говорит, сознавайтесь друг при другом и молитесь друг за друга. Для чего это все нужно? Чтобы получить исцеление. А иначе ты будешь болен этим грехом и один год, и десять лет, и двадцать лет, и исцеление не наступит. Как я однажды говорил проповедь на эту тему, и один подошел ко мне, брат, говорит, вот твоя проповедь, говорит, убедила меня все-таки рассказать. Никому никогда не рассказывал, но в себе ношу, вот в сердце, что вот у меня вот такая вот большая проблема, и он рассказал о своей проблеме. О своем грехе, которым он не может справиться. Я говорю, брат, хорошо, что ты рассказал, давай вместе будем молиться. Вот встретимся еще через неделю, и вместе вот пообщаемся, поговорим, и помолимся об этой проблеме. И вот мы всю неделю с постом молились за это. И вот я встречаю на следующей неделе, он идет весь цветущий, как на крыльях летит, говорит, брат, говорит, Господь дал освобождение. Я вот уже несколько дней свободен от этого греха, который терзал, так и удушил. То есть, если бы этот брат не рассказал, то прошло бы еще, может быть, десятки лет, да, и он каждый день и каждую неделю мучился бы, как бы терзаемый, да, этим грехом. Но благодаря тому, что он все-таки решился открыть, рассказать, хотя он такой уважаемый, я бы мог там слово где-то сказать, его бы, авторитет сразу бы упал, да. И он рисковал определенным образом, да, рассказывая мне, но он это сделал, будучи послушен Богу, и получил исцеление. Так что лучше, не рисковать и страдать от болезни греха, да, или все-таки найти искреннего, да, друга, который будет за тебя молиться, и открыть свое сердце, и получить исцеление. Потому что, если двое согласятся, то господь, говорит, будет им, да, то есть много может усиленная молитва. То есть, молитва одного, это молитва одного, молитва двух, это уже усиленная молитва, правильно. И вот Бог хочет, чтобы мы шли именно по этому пути, по пути проложенного Бога, по пути благословенному, по пути общению, по пути открытого сердца. И это единственный путь к духовному росту. Иначе ты никогда не вырастешь духовно, если ты уйдешь куда-то там, как в русском народе принято, да, в какую-то там схему, будь там пещеру, там, говорят, там на Афоне, там есть пещеры, куда люди зарываются. Или я был, когда в Киеве, там меня привели в Киево-Печорскую лавру, и там нужно было так вот под землю зарыться, далеко пройти по этим туннелям, и там были такие вот отдельные комнатки, где они скрывались, вот эти вот люди, от суеты. И они заживо там высохли, умерли, и даже тело не стало у них разлагаться, потому что настолько они как бы истощили свое тело, да, что стали живыми мумиями. То есть вот люди думали, что вот это вот есть путь, которым нужно идти человеку. Но это люди думают. А Бог говорит, придите ко мне, да, и от меня научитесь. Откройте мое слово и поступайте так, как написано. И потому что это путь жизни, все остальное это обман, самообман. Как там написано в Слове Божьем, что самоправедность, да, когда человек пренебрежением своей плоти начинает идти вот этим путем, который Бог им не дает нам. Единственный путь, который предлагает нам Христос, это путь духовного роста. И этот путь идет через духовное общение. И без риска не может быть роста. А сложнее всего решиться на то, чтобы быть по-настоящему честным с собою и с другими. Вот этого ждет от нас Господь, чтобы мы были искренними и честными с собою и с ближними. Чтобы мы не играли роль, чтобы мы не были людьми, носящими маски. Потому что это бессмысленно. Потому что Бог видит нас именно такими, какими мы есть на самом деле. И Он любит нас такими, какими мы есть на самом деле. И вот подлинное общение, оно взаимно и обоюдно. Вот это настоящее общение. Взаимность это искусство отдавать и принимать. Раньше я почему-то считал, что самое важное это отдавать. И однажды мне один верующий брат говорит, а почему тебе предложили помощь, а ты отказался? Я говорю, да как-то я не привык от кого-то что-то принимать. Я лучше сам что-то дам, чем от кого-то что-то возьму. Но тогда этот брат сказал, тогда у тебя не будет настоящего общения, настоящей дружбы не будет. Если ты не будешь принимать. Потому что человек говорит, с благодарностью, с добрым чувством подошел, а ты сказал нет. То есть ты его обидел, да? И иногда мне приходилось даже, понимая это, если я приходил, допустим, к какой-нибудь старушке на общение, а она там чай наливает, как обычно бабушки делают, да, и достает варенье какое-то совсем уже прокисшее, плесненное, и намазывает этим вареньем гул, говорит, сыночек, ешь, и я давлюсь, но ем. Чтобы не обидеть бабушку, да? Что раз она дает, значит надо принять. Чтобы не обидеть человека. Вот таким образом мы строим взаимоотношения. И Бог так соединил органы в теле, чтобы в теле не было разногласий, а все органы заботились друг о друге. То есть как он говорит, Павел, что не может там глаз сказать, руке ты мне не нужна, да? То есть вот так Бог все сделал, что и нервная система, и кровеносная система, и лимфатическая система, то есть все эти системы, они работают в человеке, да? Они взаимосвязаны, и они гармоничны. Вот так же должно быть и в теле Христова. Что нельзя ничего убрать без проблемы, да? Если мы скажем, вот палец мне этот не нужен, отрежу его, да? То есть это сразу же привезет проблему для всего тела. Так же и в церкви. Каждый необходимый. Павел говорит, те, которые слабейшие, оказываются еще в большем почете, да, чем те, которые благородны. Так же, как вот, допустим, лицо, да? Ничем не прикрываем, и на мороз, и в дождь. А, допустим, те же ноги, да? Мы там специальные обувь, там и носочки, там и все, там. И такую заботу гораздо большую, да? И защиту большую, чем, допустим, лицо. Хотя вроде бы кажется благородное, да, в теле. Вот так Бог интересно сделал. Так же и в церкви Христовом. Те, которые считаются совершенно ненужными, оказываются наиболее необходимы. И мы читаем в Слове Божьем, что когда мы придем на небо, то первые будут последними, а последние станут первыми. То есть Бог совершенно по-другому смотрит. Не так, как смотрят люди. И Павел говорит, я жажду увидеть вас, чтобы разделить с вами духовные дары, и тем укрепить вас, то есть поддержать друг друга нашей общей верой. То есть вот о чем думал Павел, чтобы поделиться духовными дарами, чтобы произошло вот это обогащение, чтобы произошла вот эта поддержка и вдохновение от общей веры. И так же мы читаем временам 14-19 «Искать того, что служит к миру и взаимному назиданию». То есть каждый из нас приносит вот это назидание, вот это вдохновение в вере. Вот это наше служение на земле. И в подлинном общении мы испытываем так же и сочувствие. Вот это настоящее общение, когда есть сочувствие, сопереживание. И сострадание – это умение войти в страдания другого человека и разделить его. Как написано, носите времена друг друга и таким образом исполните закон Христова, если будете помогать друг другу. И один брат молил себе «Господи, покажи мне разницу между адом и рай». И вот ему снится такой сон. Приходит к нему ангел и говорит «Давай я покажу тебе ад». И вот заходит большая комната, большой стол, огромное количество угощений, и вот каждому дается такая большая-большая ложка, это двухметровая, трехметровая. И вот каждый этой ложкой хочет себе взять со стола и в рот и остается совершенно голодным. Он мучается, мучается и совершенно истощен. И вот все сидящие за столом, они все истощены и измучены. А теперь говорит «Господи, я покажу тебе рану». Заходит в такая же самая комната, в такой же самый стол, такие же самые люди сидят, им такие же ложки даны, трехметровые, и они берут этими ложками и кормят друг друга. И все счастливые, все радостные, все насыщенные. Говорит, теперь ты понимаешь, что такое ад и что такое рад? Ад, когда каждый думает только о себе, эгоист, и он создает этот ад уже на земле. А рай – это когда каждый заботится о другом. Вот это и есть рай Божий, уже здесь на земле. И Господь хочет, чтобы мы жили не в аду, а в раю. Для этого мы должны правильно поступать. Заботиться не о себе, искать не своего, а благо другого. Обрекитесь милосердия, сострадания, доброту, кротость, скромность, долготерпение. Раз вы избранники Бога, его святой и любимый народ. Мы считаем себя любимым, возлюбленным Божьим народом. Если да, то значит наша жизнь не должна быть как у язычников. А какая жизнь у язычников? Во многих восточных странах и сейчас люди и в Африке умирают с голодом. Рядом есть богатые, у которых избыток. Но они совершенно не думают об этих нищих. Только тогда они, когда умирают, вот кто-то там в деревне, как я слышал, у нас был такой случай, когда мать спилась и умерла, и осталась девочка лет 7. И вот она ходила там, чтобы что-то поесть, где-то маковку вытащить, а за это ее били соседей. И никому тела не было. И только кто-то там сердобольный и напшелся, позвонил в социальные службы, и они приехали и забрали эту девочку. Ни у кого не появилось желание позаботиться. Это как раз признак отсутствия христианства. Это признак язычества, когда каждый заботится только о себе. А суть христианства в том, что он не может быть не милосердным, не сострадательным, не любящим. Потому что это, Христос сказал, заповедь новую даю вам. Да любите не себя, а другого, как я возлюбил вас. Так и вы да любите друг друга. И если мы любим Бога, то мы не можем жить уже без этой любви Божьей. Без любви к ближнему. Потому что кто не любит брата, тот не знает Бога. Бог есть любовь и ждать. И вот эти качества как раз практически, они говорят о нашей вере. О том, что мы принадлежим Богу. Потому что наш Бог вот таков. Он благ неблагодарным и злым. Он дает все необходимые блага и добрым и злым. Он благ для всех людей. Вот этим Бог отличается от человека. Даже самый лучший человек, он любит своего друга и ненавидит врага. А Бог любит врагов. И нас Он учит и говорит, а вы любите друг друга, любите ненавидящих вас. Благотворите проклинающим вас, гоняющих вас. Делайте им добро. И вот это как раз та заповедь, которую оставил нам Христос. Что наше сердце, в котором нет вот этой ненависти, нет зла, потому что там поселился Христос. Потому что там Дух Божий. Дух Святой. И никакому нечестию, никакой неправедности, никакому уже этому себе любви нет места. А мы отдаем свое сердце Христу. Мы отвергаем себя, берем крест Христа и идем уже за ним. И выполняем его воли. В нас есть вот эта глубокая потребность быть принятыми. И чтобы кто-то признал значимость и значительность наших жизненных переживаний, наших духовных уроков. Для этого нам необходимы друзья поверить. Кто хочет иметь друзей, тот что должен делать? Должен быть дружелюбным. А дружба, она требует определенной жертвы. И Христос пошел на величайшие жертвы, чтобы подружиться. И ученикам он своим выгодил, вы друзья мои. Я вам рассказал уже все сердце, все это открыл вам. И именно вот это себелюбие, жалость себе уничтожает в нас вот это сострадание другим, вот эту открытость для окружающих. И вот самый глубокий уровень общения, это общение именно сострадания. Сердце мудрого, оно в доме плача. А сердце глупого, в доме веселья, говорил Соломон. Носите времена друг друга и таким образом исполните закон Христов. И когда наша вера не выдерживает и начинает колебаться, нам больше всего необходим верный друг, который мог бы поддержать нас. И горе человека, когда он упадет, а поднять его не будет. И Иов говорит, к страдающему должно быть сострадание от друга его, если только он не оставил страха в себе жить. Вот он к своим друзьям обращался и говорил, почему вы так строги, у вас должно быть сострадание. Бог это обидел и сказал, что если Иов не заступится за вас, то с вами беда произойдет. Хорошо, что у них был такой друг Иов, который заступился за ним, за своих друзей. Но когда они пришли, никто не заступился за Иов, а все начали его обвинять. И укорять его, и говорить, нет, ты грешник, что ты там себя оправдываешь, это ты за грехи свои наказываешься. А он говорит, да нет, у вас должно быть сострадание. И вот в подлинном общении мы отдаем и принимаем милость Божию. Из согрешившего нужно, мы читаем, Павел пишет, простить и утешить, дабы он не был воплощен через верное печаль. И снисходите друг от друга и прощайте взаимно. А как прощать? Как Христос, как Бог во Христе простил вас. Переносите терпеливо друг друга и прощайте, если кто на кого в обиде. Так и Господь простил вас, так и вы прощайте. В памяти, когда Христу пришли, фарисеи говорят, до семи ли раз просять? Что Христос ответил? Не говорю, он до семи. А семьдесят раз, по семь, если в день согрешит против тебя правду, скажет, прости, вы должны простить ему. Хотя у нас есть другое понятие обращения, как я встречал таких людей, там, девчонки говорят, мы ведь добрые девочки, отомстим и забудем. То есть вот есть такое понятие, да, пока не отомстил, вроде бы и не забывается, да. Но как простил нас Христос? Если бы Он отомстил нам хотя бы за один грех из миллиардов, которые мы делаем, да, то чтобы у нас бы ничего не осталось. Но вот Он показал нам пример, вот именно вот этой настоящей жертвенной любви. Он показал пример дружелюбия. Он оставил славу небес, Он пришел на землю, Он надел ту же одежду, жил в тех же условиях суровых. И говорил, что даже вот лисицы имеют норы, и птицы гнезда, мне даже голову негде преклонить. То есть вот в таких тяжелых условиях Он находился, чтобы подружиться с человеком, чтобы найти человека, чтобы вот эти последователи Его стали на самом деле понимающими Его. И когда Он спрашивал своих учеников, за кого люди Меня принимают, то они сказали, вот одни считают, что Иоанн Преститель, другие говорят, что ты один из хороков пришел. А вы за кого Меня считаете? И вот только Петр сказал, что ты Христос, Сын Бога Живого. И Христос в радости сказал, блажен ты, Симон, счастлив ты, потому что это открыл тебе Отец Небесный. Только Бог может открыть вот эту настоящую истину, настоящую правду. Настоящую правду, как жить здесь на земле. И когда мы открываем Слово Божие и открыты для действия Духа Святого, то Он производит вот эту работу в сердцах наших. Убирает вот все то, что мешает нам жить, что портит отношения с окружающими. И переделывает наше сердце в такое, как было у Христа. Что вот Он и на курящегося не угасил, и трости надломанные не переломил. Потому что Он желал блага. И когда ученики говорили, сведи огонь с неба, чтобы на этих самарян злых, которые с нами так плохо поступили, вы не знаете, какого вы духа. Я пришел не губить, а спасать души человечества. И вот Христос говорит, я хочу, чтобы вы шли за мной. Чтобы вы поступали так, как Христос поступал. В этом и есть смысл нашего христианского возрастания. Чтобы в нас были те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Чтобы мы поступали на земле так, как поступал Иисус. Да, у Него было время, когда Он для духовного укрепления удалялся и постился один. Но всегда Он после этого шел и с новыми и с новыми людьми общался. И открывал им свое сердце, и находил себе настоящих друзей. И пусть это будет и нашим желанием здесь на земле. Как апостол Павел говорит, что идите в этот мир и находите учеников. Это в этом есть суть поручения Иисуса Христа. Идите по всему миру и делайте людей учениками. В русском переводе написано идите и научите. Но в самом смысле этого слова, именно не просто научить, как в нашем понятии. Ба-ба-ба, рассказал и пошел дальше. Я научил. Нет. А именно делайте ученикам. Вот в этом смысл великого поручения. Находите учеников. И написано, вникай в себя и в Писание, занимайся этим постоянно. Так поступай, и себя спасешь, и слушающих тебя. То есть рядом должны быть те люди, которые открыты для того, чтобы тебя слышать. И они спасутся. Вот именно в этом и есть суть нашей христианской жизни. Потому что многие христиане не понимают, для чего они здесь на земле. Я сдал одного христианина, очень способного человека. И он до сих пор еще в таком состоянии находится. Он говорит, я не понимаю, почему Бог меня на небо не берет. Вот я покаялся, очистился кровью Христа, сразу же бы на небеса брать. А я должен еще куда-то на работу идти, какие-то там проблемы постоянно решать, переживать, мучиться, не спать ночами. Зачем мне это все надо? Хочу на небо. Но у Бога есть смысл и цель для нас именно здесь на земле. Чтобы мы исполнили волю Его. Чтобы мы исполнили Его служение. Чтобы мы совершили Его дела. Чтобы мы принесли много плода. В этом и есть суть нашей жизни здесь на земле. И тем прославится Отец наш Небесный, если мы принесем вот этот добрый плод. И Господь говорит, я для того вас избрал, чтобы плод ваш рос и пребывал. Чтобы вы приносили вот эту славу, вот эти блага. Чтобы Господь, смотря на вас, радовался. Что находясь вот в таких условиях земных, мы живем уже не по земному, а по небесному. Чтобы мы, находясь здесь на земле не о земном, помышляли о небесном. Чтобы, находясь здесь на земле, не для себя жили, но для славы Божьей. Чтобы наше сердце на самом деле прославляло нашего Бога. Чтобы наши дела, а не прославляли нашего Господа. Чтобы окружающие люди сказали, и мы хотим иметь такую же веру, как у этого человека. Потому что Он покорил наше сердце. И если будете иметь вот эту, вот эту воду жизни, этот свет, эту соль, которая и должна быть в нас. Потому что если соль потеряет силу, зачем она нужна? Если наш источник уже не несет вот эту воду с неба, то зачем он вообще и нужен? И остывший очаг, он никогда никого не согрел. И потому Господь говорит, духом пламенейте и Господу служите. Приносите много плода. Пусть ваша жизнь прославит вашего Господа, если вы его дети. Аминь. Будем молиться. Спасибо. Спасибо.